Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка зрения» и для вас работаю я, Саид Гафуров. И сегодня мы с вами будем говорить об очередном прошедшем не так давно обострении армяно-азербайджанских отношений и вообще об истории армяно-азербайджанских отношений с политологом, с очень умным аналитиком, с Андреем Епифанцевым. Здравствуй, Андрей. Добрый день. Давайте сразу начнем с конфликтной темы. Ты мне сразу скажи, а вообще геноцид турками армян был или нет? Я знаю, что ты на тему писал, написал много и разбирался в этой теме. Понимаете, несомненно, то, что была резня, была резня страшно, это, так сказать, не убрать и такие вещи не должны повторяться никогда более. Да, это совершенно точно. Но некоторые акценты и термины, которые употребляются, это является предметом споров. Споров и большой политики. Понимаете, вот лично мой подход, на самом деле, что, по крайней мере, та официальная армянская позиция, от которой есть официальная точка зрения, да, что это был страшный геноцид, что он был вызван страшной ненавистью турок к армянам и так далее, он не верен по многим позициям. Во-первых, потому что совершенно очевидно, что во многом армяне сами явились причиной, потому что устроили восстание, и задолго еще до, на самом деле, это же тянется еще с конца, по сути, XIX века, когда уже готовили восстание, и зачатки эти восстания и в России были, когда, в принципе, Дашнакам было вообще все равно, кого взрывать. Они взрывали и турецких чиновников, и князя Голицына, в общем, и так далее, да. И так что вот эта форма, то, что они, в общем-то, явились пятой колонны. И, во-вторых, очень важно то, что, и то, что у нас обычно не показывают, то, что армяне, по сути, вели себя точно так же, как турки, устраивали такие же этнические чистки, такую же резню и так далее. А у нас это не показывают. И вот если взять только все вот эти акценты и соединить вместе, вот тогда можно получить комплексную картину. Ну, на самом деле, я не совсем с тобой согласен, потому что у турка-то есть это. Есть музеи геноцида, которые как раз посвящены на территориях, когда армянские, Дашнакские подразделения освободили, как они говорили, при английском золоте и российских ружьях, большую часть территории. И они рапортовали, что не осталось ни одного турка на этой территории. То есть, это был именно рапорт такой был. Это надо напомнить, что это было вызвано, конечно, спровоцировано восстание Дашнаками чисто англичанами, потому что англичане попали в серьезную проблему в Ираке, где была так называемая армия Таунсенда, попала в окружение, в конце концов сдалась. И они потребовали от Дашнаков, хотя русская армия была не готова к наступлению поднять восстание, они его подняли. И вот этот вопрос, но я, с другой стороны, хочу напомнить, что турецкий суд в Стамбуле, еще не при Ататюрке, а при турецком султане, признал виновными организаторов этих массовых преступлений. Тала заочно, и говорят, что суд был не очень справедливый, там не было перекрестного допроса, но все-таки, да, вот сам факт массовых преступлений ты не отрицаешь. Нет, конечно, не отрицают. И сами турки, ты говоришь, признал. Там же они повесили нескольких человек, там больше 10 человек, как минимум, они повесили. И турки этого не отрицают, и турки приносят, так сказать, соболезнования, но они не называют это геноцидом. С другой стороны, если подавить с международной точки зрения, да, существует конвенция о геноциде, да, о преотвращении геноцида, подписанная как Армении, так и Россией, да. Там совершенно четко говорится, кто имеет право признавать геноцид. Это суд в Гааге, да, единственный орган, понимаете. И вот я могу сказать, что ни Армения, ни диаспора за все года, долгие десятилетия существования этого суда не обращалась в этот суд с признанием геноцида. Почему? Потому что они четко понимают, что доказать вот этот геноцид именно в терминах юридических и в терминах исторических, потому что там наверняка будет создана какая-то комиссия и так далее, они не смогут. И тогда это будет ужасный удар движению. И более того, все суды какие-то, международные суды, да, Европейский суд по правам человека, Французский конституционный суд и так далее, когда армянская диаспора пыталась поднять эти суды именно, этот термин именно в терминологии именно геноцид, она проигрывала. Все совершили. Только с прошлого октября таких судов было три. Все проиграли. Да, ну это история. А на будущее, да, вот я знаю, что мы с тобой сталкивались во мнении, да, там не было, не было прямой дискуссии, но мы расходили. Я абсолютно убежден, что пора заканчивать армяно-азербайджанский конфликт, что они столетиями жили вместе, в перемешку и могут жить и дальше, что можно вот этот конфликт снять. Ты считаешь, что взаимная ненависть настолько пролита так много крови, что она не позволит примирения. Я правильно излагаю твою позицию? Да, к сожалению, правильно ты излагаешь мою позицию. Я думаю, что жить вместе эти народы уже совершенно не смогут. И это не только то, что я думаю, я это и вижу на самом деле. И речь идет даже не о Карабахском конфликте или каком-то, да. Это тянется все-таки еще и оттуда, да. И уже тогда было видно, извиняюсь, что стороны прибегают своей политике к чисткам. Известны турецкие чистки. Армянские чистки точно так же говоришь, да. Посмотри, там два американских, так сказать, этих самых, ну, миссионера, по сути, да, которых послал Конгресс США после уже, так сказать, после поражения Османской империи, да, которые, так сказать, приехали туда посмотреть, а правда ли была резня. Они увидели абсолютно иную картину. Они увидели картину этнической чистки, устроенной армянами. И они пишут, от Битлеса до Байазета нет ни одного армянского, ни армянского села, нет ни одного ни армянского храма, потому что армяне все храмы, все чужие эти самые уничтожали. Это этническая чистка. А от Битлеса до Байазета на минуточку 300 километров. Это почти как до Ленинграда от Москвы. То есть, то территорию, которую Андроник захватил, да? Конечно. Ну, сначала российская армия, потом российская армия ушла, а Армения, армянская дошнаки, они остались. И потом даже в один момент они наступали, начали наступать на Турцию, так сказать, и потерпели поражение. Но главное, они устроили тотальную этническую чистку. В том, в чем сейчас армяне сами обвиняют Турцию. Но дело не в этом. Мы видели и в 18-м году, и в 20-м году, да, пока еще не установилась прочно советская власть, да, мы видели такие же вещи, так сказать, это были либо армянские, либо азербайджанские чистки. Когда в советское время, когда был мощный, мощный наднациональный фактор сильного государства, все равно были проблемы. И вот как только этот фактор ушел, мы тут же получили проблему Нагорного Карабаха, когда, по сути, продолжились такие же совершенно чистки. Сейчас мы видим, что территория максимально зачищена, да, от одной и от другой, так сказать, нации. Мы с тобой вот здесь не сходимся, но, на мой взгляд, в Азербайджане практически нет армян. Только люди, которые там являются полукровками, членами смешанных семей, там еще что, которые ментально считают себя армянами, азербайджанцами, простите. Такая же ситуация и в Карабахе, и в Армении. В Армении, Армения вообще, в принципе, она фактически одна из самых высоко моноэтнических стран, там более 98%, так сказать. И армяне, и азербайджанцы из них там вообще чуть ли не несколько десятков. Знаете, вот жить вместе не смог, вот накал ненависти. Ну вот хорошо, но есть же супераргумент, который опровергает тебя, потому что армянская пропаганда фактически смешивает азербайджанцев и турок, да, там я не хочу с эту тему вдаваться. Я считаю, что, да, ну раз есть не своя армия, значит есть своя нация. Но не в этом дело, но в Стамбуле же очень большая армянская колония, очень большая. Есть церкви, есть эти самые в Беруте, есть армянский патриарх католический, да, католикоз. Я его по-прежнему называю католикозовичмиадзини наш католикоз, патриарха в Беруте, католический, армянокатолический, их патриарх. И армяне живут, и выжили, да, и это, кстати говоря, еще один аргумент против геноцида, да, там попробуй в горах-то попробуй устроить геноцид, а в Стамбуле можно было, но не было ничего. Там преступлений было очень мало, и армяне выжили, и пережили, и в очень большую степень оставались лояльны режиму, в очень большую степень. И почему тебя вот это не смущает? Почему ты говоришь, что крови и тогда было очень много между турками и армянами, но армяне остались и могут жить вместе? Да, вот смотри, во-первых, ты правильно разграничивал все-таки позиция турок и азербайджанцев, она здесь принципиально разная, да, так сказать, на этническом, по сути, уровне, да, на бытовом уровне. И во-первых, то, что конфликта уже как такового территориального или еще что-то, так сказать, не существует, хотя с азербайджанцами он совершенно явно существует. Во-вторых, это было все-таки 100 лет назад, да, опять же. В-третьих, то, что турки, по сути, вот армяне со мной не согласятся, но это действительно было не геноцидом, потому что для турок было главное сохранить лояльность. Вот если они не могли, если могли сохранить лояльность только, извините, уничтожив армян, они это делали, но если не надо было уничтожить, они не делали. Сохранилось много армян, которых попытались отуречить, так сказать, исламизировать, но они внутри остались армянами и до сих пор они чувствуются армянами. Сохранилась часть армян, которых переселили вот от зоны боев близко, где была русская армия, но на те территории, где осталось турецкое государство, да, которое не раздали, как подмандатные территории и так далее, да, и вот они до сих пор живут. В последней, вот после Второй мировой войны, Турция сделала вообще, так сказать, и особенно в последние, наверное, десятилетия Турция обратилась лицом к национальным меньшинствам. В отношении тех же армян стали там храмы некоторые восстанавливать и так далее. Я могу сказать больше. Сейчас армяне приезжают на заработки в Турцию и есть несколько десятков тысяч армян, армянских армян, ереванских и так далее, которые приехали, работают и с ними ничего не происходит. Вот в этом плане, в турецком правительстве есть министры, были несколько раз министры армяне, что невозможно представить ситуацию Армении, да, вот, поэтому все-таки здесь нужно разделять. Ну, мы говорим, вот с турками, наверное, можно вот такое себе представить. С азербайджанцами сейчас на протяжении обозримого какого-то будущего представить невозможно. Меня смущает вот что, понимаешь, ты абсолютно убежден, как-то или имплицитно, да, убежден, да, во всяком случае из твоих фраз вытекает, что существует некая единая армянская точка зрения, единая воля, да, что... И причем, больше того, за вот эту волю ты принимаешь взгляды, которые, в общем-то, были сформированы Дашнаками. Но Дашнаки не имеют монополии на право говорить от имени армян. Я помню, то есть в советское время, даже до советское, до времени лидера Бакинской коммуны Степан Шаумян был яростным противником Дашнаков, хотя сейчас азербайджанская пресса подчеркивает о истории, что он там пользовался союзом с ними военно, но он прямо обвинял в том, что армяне сейчас называют геноцидом Дашнаков за их мятеж, за их незрел. И он прямо писал, что взаимная резня армян и мусульман, дата азербайджанцев до революции была вызвана, он очень интересно сформулировал, не стихийным национализмом мусульман, он писал, и организованным национализмом армян, то есть он бросал вызов именно Дашнакам. Микоян, существует большое количество, вся советская Армения там существовала, и межэтнические браки, и все остальное. То есть, да, произошло время, когда вот этот аспект, эта идеология Дашнаков заклеснула всю армянскую пропаганду, но если я разговаривал с армянами в Москве, по крайней мере, но многие из Армении, или с армянами из Америки, с армянами из Франции, с армянами из арабских стран, чаще всего, все говорят, когда я говорю, что нужно заканчивать конфликт между армянами и азербайджанцем, нет повода друг другу резать, по крайней мере, ненавидеть можно, но учите жить вместе, все согласны. И вот это твоя позиция, что якобы эта пролитая кровь, ну уж по ней, все равно в абсолютных числах меньше крови пролитой между армянами и азербайджанцами, чем между русскими и немцами, да, меньше женщин. В количественном смысле, если можно вообще считать вот такие вещи. Но мы-то с немцами, он Путин по-немецки хорошо говорит, там и в их парламенте выступает, то есть научились, да, инвестиции, там мы в футбол играем вместе, вот, ну, пьем вместе, в конце концов, вот. А почему-то еще убежден, что невозможно примирить, и самое главное, понимаешь, мне очень не нравится твоя позиция, да, то есть я не хочу, не то, что даже не могу, не то, что меня не убежаешь, я категорически не хочу ее принимать, потому что это закрывает дверь к урегулированию Карабахского кризиса. Нет, это просто открывает другие двери, понимаешь, смысл в следующем, вот здесь не надо ставить, не надо во всем обвинять Дашнаков, да, то, что делали руководители советского государства, это совершенно верно, потому что вот тогда была такая идеология, и потому что они пришли в Армению, так сказать, свергнув армянское государство, которое тогда было руководимо, так сказать, Дашнаками, по сути дела, да, вот, и те же самые Дашнаки, на самом деле, почему они были тогда нужны, да, и важны так, да, потому что тогда на фоне огромного национального подъема, национального патриотизма, которое выливалось, по сути, тогда в строительство национального государства, этнического, да, так сказать, армянского Дашнаки, заняли передовые какие-то позиции, Хотя было много других националистических партий. Гончак и так далее. Но и большевики были армянские. И большевики были армянские. Естественно. Но в массе, по крайней мере, в 2014 году, в 2015 году, в 2016, преобладали действительно Дашнаки. Большевики были. Во многом их больше было. Да, во многом связи с тем же Лондоном, как ты правильно сказал. Но сейчас вес Дашнаков, хотя это совершенно партия в парламенте, все на свете. Сейчас их вес не настолько... Я не про политику, я про идеологию все-таки. Вот этот термин неизмеримого, имманентного, внутреннего конфликта между армянами и тюрками, это тезис Дашнакский. И он как бы висит в воздухе. У него нет подпорки. Я не согласен с имманентным конфликтом между тюрками и армянами. Да, есть такая ненависть. Но конфликт с армянами и азербайджанцами самый острый. С тюрками это некие такие вот, что ли, это рецессия старого, это мечты о Великой Армении, о том, что верните нам назад в наши территории турецкую Анатолию. Я рад. Ну, да, турецкую Анатолию в целом. Это не... Анатолия, давай поясним, для наших зрителей это азиатская часть Турции. Европейская называется Румелия, а азиатская Анатолия. Это та земля, где изначально, откуда, в общем, изначально, где изначально историческая армянская земля. И вот где как раз поднялось восстание, где было вот то, что я называю резнёй, другие называют геноцидом и так далее. И откуда в значительной степени армяне во многом выселили их или они сами выселились в нашу советскую, социалистическую, советскую, так сказать, Армению. Понимаете? Вот. Но конфликт сейчас, он идёт по совершенно определённым мотивам, да, так сказать, это земля, и это основное, да, вот земля. Может быть история, но в основном это земля. И сейчас мы видим, что на самом деле. То, что вот из-за этого во многом, вот, допустим, вот тут вариант компромисса, который, так сказать, предлагает Азербайджан, да, он говорит о том, что это должен быть автономия высокой степени, так сказать, но в составе Азербайджана. То есть, так сказать, армяне должны быть в составе Азербайджана. Армяне стоят напрочь, говорят, нет, мы не можем, мы боимся, это будет опять резня, это будет лишение прав и так далее, и так далее. Пусть вот они отвечают на твой вопрос, они не видят возможности проживания совместного. Понимаешь ли, когда ты выиграл войну, и тебе предлагают, а теперь давай вернёмся, как было раньше, и ты ничего не получаешь, я бы тоже на их месте не согласился. И я бы не согласился, и я бы не согласился, просто потому, что, вот ты говоришь, это закрывает дверь, но это открывает другие двери, понимаешь, потому что есть другие варианты урегулирования. Понимаешь, не обязательно этот вариант. Давай посмотрим на вариант, так сказать, боснийского, босния-герцеговина государства, когда, так сказать, в результате Дейтонского соглашения стороны создали так очень сложное государство, состоящее из одной федерации, условия, не федерации, а одной автономного образования и другого автономного образования. Я понимаю, что, так сказать, со своими там правами, армией и так далее. Понимаешь, ну, тенденция 21 века и конца 20-го это глобализация, это уничтожение границ, не увеличение таможен. Да что там, со временем Бисмарка он там начинал, что надо убрать эти таможни между германскими княжествами, и это под этим лозунгом провёл колоссальное объединение Германии. А сейчас здесь мы видим эти карлинговые государства, там, будь то Босния, будь то Нагорный Карабах, что они будут таможню ставить, что они, вот как? Нет, нет, это другая, другая, другой тип государства, это другой тип, по сути, цивилизации. Вот укропнение идёт среди тех государств, которые решили свой национальный вопрос, смогли пережить вот эти вот претензии какие-то к соседям, прошли через огромную череду войн, понимаешь, и так далее. То есть во многом это государства, которые сами когда-то распались из каких-то больших империй и так далее, и вот они уже сейчас доросли до того, что им пора объединяться. Вот мы же находимся, или Кавказ находится совершенно в другом историческом измерении, они как раз находятся в том периоде, когда им нужно сейчас вот разбираться, устанавливать границы, объединяться. У них такой, 21 век, у них такой же интернет, как у нас, они точно так же черпают интернет. А менталитет другой, а история другая, понимаешь, а исторические обиды другие. Менталитет формируется интернетом и телевизором сейчас. Ну вот, к сожалению, правильно, но интернет, понимаешь, он всегда политизирован, понимаешь, как и правда всегда политизирована, понимаешь. И поэтому вот там интернет используют как раз наоборот, что у нас есть исторические обиды, это негодяй, он виноват, они живут на нашей земле. И поэтому наоборот происходит возгонка вот таких вот претензий друг к другу. Понимаешь, есть второй момент, да, вот в Османской империи было три базовых, не только три больше, но три, да, вот национальные, этноса, да, не знаю, как сказать, которые, как бы, занимали схожую позицию. Это были греки, армяне и евреи, да, на самом деле не только они. Там были и левантийцы, и левантийцы, но эти три были очень большие, и все три сформировали у себя такую националистическую идеологию и попытались построить этнически чистое государство. И посмотри, ведь первым это удалось сделать грекам, и там вот эти три торговые и суперторговые нации, и это же провал был. То есть греки, которые были хозяевами Средиземноморья и Великой Нации, превратились в мелкую провинциальную страну, которая сейчас действительно хочет привлекать себе иммигрантов, просто потому, что мы на национальности, она уничтожалась. То есть они очень быстро прошли этот этап на национальности, в который сейчас Армения входит, да, 98% жителей Армении армяне, да. В Баку, если человек не говорит по-русски, он тебе скажет об этом, то есть там надо говорить, говорят не то, что я говорю по-русски, а если вдруг ты не говоришь, то ты должен про это сказать, потому что иначе все общаются между собой на русском. Армяне строят моногосударство, и сейчас еще второе моногосударство в Карабай, где тоже остаются одни армяне. Это же тупик, это же тупик, и причем тупик, который уже можно не из теоретических рассуждений говорить, а из опыта греков и евреев в Израиле, которые тоже сейчас себе и вьетнамца выписывают, и кого только нет. Просто потому, что национальная, вот эти вот три нации, которые создали себе национальное государство, три торговые нации, как бы ходить из диаспоры, из великих, они просто исторический опыт, тупиковый. То есть, а неужели армяне Карабаха этого не понимают? Хорошо, допустим, они получат независимость, это же тупик, это же нищета, это же закрытые таможенные границы, высокие таможенные пошлины, да просто там не выжить, там один год неурожая и голод. Я с тобой в этом совершенно согласен, вот моногосударство, государство создано на основании этнического проекта какого-то, это действительно тупик, но вопрос следующий, что история не конечна, она продолжается. Для некоторых государств очень важно получить собственное доминирование, вот доминирование своего народа на этой земле, да, и вот после того, как оно будет обеспечено, уже можно развивать свой проект, привлекая другие народы и так далее, но уже на основе какой-то вот подчиненности, понимаешь? Вот на самом деле армяне сейчас, вот после распада Советского Союза, находятся, наверное, и азербайджанцы, по сути, находятся вот на этом этапе. Подожди, азербайджанская официальная линия, в отличие от визга с обеих сторон в СМИ, в экспертном сообществе и так дальше, она очень четко говорит, армяне наши братья, они должны вернуться, получить все необходимые гарантии и отдать нам только внешнюю оборону и международные дела. Все остальное останется у них, включая вопросы безопасности, то есть они разводят оборону и безопасность, включая образование, все-все-все, все, что у них есть, все, что у них есть. То есть эта позиция совершенно иная, то есть они говорят, мы готовы, мы хотим и мы обязаны, мы как правительство обязаны заставить наших армян и азербайджанцев жить в мире. И вот это вот такая позиция официального азербайджана, позиции официальной Армении я не могу понять, потому что я вообще не могу понять, идет ли речь об Армении или об Нагорном Карабахе в этом конфликте. Обо всем по сути. Вот смотри, опять же, ты правильно абсолютно говоришь, но вот здесь ты наталкиваешься на то, что у Армении позиция и у армянского общества, это позиция исторической земли, вот это наша историческая земля. Два будет государства, одно будет государство, это неважно. Мы свою историческую землю не отдадим. Мы скорее умрем или уйдем просто оттуда, но мы в Азербайджане жить не будем. И вот на это наталкивается все. Поэтому, знаешь, я еще раз говорю, у меня вот, да, вот, то есть ты общественное мнение, да, есть понятие общественное мнение, но ведь и у Гитлера было общественное мнение в 39-м году, и через, он засел 12 лет правил, учудил то, что учудил и умер. За 12 лет, то есть мы видим, как за 12 лет изменилось сначала от антигитлера, от нормальной веймарской либерализма к гитлеризму и обратно в двух вариантах ГДР и ФРГ тоже. Это заняло очень мало времени, причем динафикацию уже, говорят, слили в Западной Германии, в Восточной, тоже говорят даже там. Так, а никто не говорит, что народы не могут ошибаться. Это вот известный был мем, это вот одно из, вот, пережитков, что ли, советского времени, когда мы говорили, народ не может ошибаться. Может ошибаться, ошиблись немцы в 33-м году, мы ошиблись, так сказать, в 17-м, 18-м и так далее году, когда мы, я считаю, сделали ставку вот на вот большевиков. Может быть, это будет неприятно слышать, но, так сказать, я считаю, нужно было идти по другому пути, так сказать. По какому? Мы магнациональная страна. По пути конституционной или конституционной монархии, или по пути конституционной демократии, вот так я считаю, при сохранении границ государства. Ну, это настолько вне исторической, вот это учредительное собрание, оно уже дорвалось же до власти, оно было просто неспособно. Я согласен. Они там захватили две трети России белых, красных, они просто не те люди, не могли править. Ну, значит, должны были другие люди прийти. А их нет. Ну, вот поэтому мы и приехали. Поэтому пришли морщевики, морщевики пришли, потому что, ну, во-первых, потому что они, за них пошел народ, просто потому что он попробовал у всех остальных и сказал, нет, ребята, спасибо. Да, я согласен. Борщевики пускай стреляют. Я согласен. Я к тому, что никто не исключает, что вот эта позиция, то, что делают армяне, это ошибочная позиция, да, так сказать, и в дальнейшем они это убедят, придут к этому решению. Если ты вот опять говоришь армяне, там, не армянское руководство говоришь, не армянские средства массовой, не армянские хозяева жизни, я больше всего люблю это выражение, то есть люди, богатые люди, которые держат в своем кармане, прикупили и армянское экспертное сообщество, и это. А ты говоришь, как будто это армяне, а меня вот это не устраивает. Я абсолютно убежден, что если сейчас снова 11-я армия войдет в Баку и Ереван, прекратятся армяно-азербайджанские конфликты и будут переселяться, и будут жить вместе. Я абсолютно в этом убежден. Вот для этого должна 11-я армия войти в Ереван, понимаешь, и в Баку, для этого должна, и в Тбилиси тогда еще во что, но для этого должна быть действительно вот эта вот сила наднациональная, которой сейчас нет. Я согласен, я сам всегда выступаю против обобщений, но иногда они нужны. Действительно, армянское общество очень сильно разделено, да, есть диаспора, есть армяне Армении, да, оно очень сильно, там, поляризация очень, еще больше, чем в нашем обществе олигархи и все другие. И там очень большой разброс между, так сказать, западниками и русофилами и все на свете, да. Но, вот, по крайней мере, в отношении Карабаха, да, существует полный консенсус, да, вот полный консенсус. Но у Гитлера был полный консенсус в 43-м году, да, в 41-м году такой был консенсус. Да, абсолютно верно. Так я поэтому и говорю, что история нас рассудит, понимаешь, в конечном итоге. Нет, ну подожди, чтобы Гитлера надо было победить, да, или победить не персонально Гитлера, а идеологию. Или точно так же идеологию надо было, конечно, я категорически отрицаю фразой, что вот это, то, что вот это мы видим, то, что ты называешь идеологией армян, это является свойством армянского народа. Я категорически против этого. Это время, это позиция хозяев жизни, которые контролируют СМИ и которые находятся в зависимости от людей, непосредственно связанных с войной. Ну и народ же это поддерживает, и диаспора это поддерживает, которая не имеет никакого отношения, так сказать, вот к хозяевам жизни армянского. Наоборот, извиняюсь, диаспора, так сказать, тратит деньги на Карабах и так далее, и так далее. Устраивает огромное лоббирование интересов, вот, карабахских армян, так сказать, на Западе и так далее, понимаешь? Вот, поэтому здесь все сходится. Они не зависят ни от кого там Арабрамяна или от кого-то еще, понимаешь, живя во Франции. Поэтому вот здесь вот тот национально-патриотический подъем, он сохраняется, и он будет долгое время сохраняться. А по поводу Гитлера ты прав. Но ведь Гитлера, немецкий народ победил не идеологией, Гитлера победили, так сказать, бомбы и пушки, и только уже там, начиная с 44-го, наверное, 45-го года немцы начали понимать, что здесь все-таки не все так правильно в идеологии фашизма. Вот в Армении, так сказать, ну, опять же, нельзя сравнивать, вот меня проклянут за это, и, может быть, правильно сделают, здесь нельзя сравнивать. Но вот эти все национальные проекты, действительно, если они кончаются когда-то, должен наступить свой момент истины. Вот здесь, в этом вопросе, ни для одной из сторон момент истины не наступил. Я могу сказать более, да. И армянская, и азербайджанская страна, они стоят на максималистских каких-то позициях, и каждая из элит, элита каждой страны убедила свой народ в том, что победа возможна только на максималистских позициях, только победой, только выполнением всех наших требований. Да, вот мы все, а мой противник ничего. И сейчас люди, по сути, они стали заложниками этой ситуации. И отыграть назад уже сложно. И те же, перед теми же посредниками, которые работают в Минской группе, крайне сложная задача. Да, им нужно сейчас уговорить элиту, чтобы они вернулись к народу и сказали, нет, ребята, мы должны снижать планку. Понимаешь, хотя раньше они говорили, нет, нам не надо снижать планку. И во многом поэтому там не наблюдается прогресс. Да, понимаешь, ты все время как бы говоришь о политике, а ведь есть еще голодные желудки у людей. И, понимаешь, национализм, Брехт хорошо писал, национализм не накормишь голодные желудки. И азербайджанцы же правильно говорят, что наиболее пострадавшим от конфликта является простой армянский народ. Совершенно правильно. Кому война, кому мать родная, элиты как раз наживаются и на военных поставках, и на этим самым. А простые люди, у них экономическая жизнь все хуже. Ну, Карабах бедная земля, в принципе, бедная. И Армения небогатая земля, совершенно верно, да. Но, тем не менее, пока в варианте пушки вместо масла люди выбирают пушки. Да? А мы с тобой же говорим не про сегодня, а про завтра. И даже не про вчера, а про завтра. Про завтра надо будет смотреть. Это правда, это действительно фактор. И опять же, это фактор работает как в отношении Азербайджана, так и в отношении Армении. Когда сейчас говорят, что это Алиев начал этот конфликт, потому что у него цена на нефть упала, соответственно, упал жизненный уровень, ему нужно отвратить недовольство народа. Извините, друзья, но Армения так живет уже годами и десятилетиями, еще беднее живет. Тогда давайте говорить, что это Армения начала, понимаете, конфликт. Но оба президента были за пределами страны, не начинают войну, когда у тебя верховный главнокомандующий летит самолетами, когда может бить его средства ПВО современные, у обеих сторон есть. Ну, кто будет сбивать? Да нет, но они же не летают на территории друг друга. Там даже Армения начинают войну без верховного главнокомандующего. Как они начинают? А 080808? Где был Путин и Медведев? Они были в Пекине, но... Нет, нет, Путин был в Пекине, а у Медведева был рабочий отпуск на Волге, он плавал. Да, и не мы ее начали, а Саакашвили был, меня извини, в Тбилиси. Правильно, но команду-то дали, когда они оба были за рубежом, так сказать, команду дали на переход Рокского туннеля, дали, когда они оба за рубежом были. Да, но война-то все равно, то есть, войну-то, ты, по-моему, серьезно подозреваешь, что мы начали войну 2008 года? Нет, нет, конечно. Но Саакашвили был на месте, он как раз и ждал, когда Медведев будет на отдыхе, а Путин на Олимпийских играх. Но мы-то, все равно, мы-то ответили, команду дали на вот на вступление в боевые действия, тогда мы, когда оба президента были еще это самое. Нет, конечно. Ну, хорошо. Слушай, время наше подошло к концу, с тобой интересно разговаривать, приятно спорить. Нас будут проклинать и Армения, и Азербайджанцы, и так устроен мир, потому что, на самом деле, нужно говорить все-таки о возможности примирения, хотя ты в него не веришь, а я верю, но мы обсуждаем эти возможности. Поэтому мой тебе последний вопрос, прежде чем попрощаться на этот раз, скажи мне, вот лично я доживу до решения Карабахского кризиса? На мой взгляд, решение Карабахского кризиса совершенно возможно, и все мы можем, слава богу, дожить. И это решение заключается в разделе Карабаха. Вот если, так сказать, просто разделить Карабах, я понимаю, что это сложно, но тем не менее. Шу-шу одним, а шу-шу-шу другим? Да, одну часть одним, другую часть другим, понимаешь? Вот это узаконить, да, и сказать, ребята, вот международное сообщество должно сказать, вот я принимаю вот этот вариант. Хочешь ты или не хочешь, да, возможно посчитать процентное соотношение, там, как только кого было одни, кого было других, так сказать, на момент вот 88-го года или, например, 4-го года, да. Вот, и вот это разделить, затвердить вот эти границы и сказать, что теперь любой, который будет нарушать восложившийся статус-кво, будет наказан. И вопрос решится сам собой, вопрос в другом. А вот как тогда нужно ли это России, да, и как это отразится на позициях России в регионе? Ну что ж, твоя позиция, мира достичь можно разделением, моя позиция прямо противоположной, мира нужно добиваться объединением, будущее нас рассудит. А на этом я, Саид Гафуров, вынужден заканчивать программу «Точка зрения». В общем, на мой взгляд, была интересная беседа, болезненная, острая, жесткая. А в гостях у нас был Андрей Епифанцев, известный политолог, вообще известный человек, хороший эксперт и умный человек. Большое спасибо, Андрей, приходи еще к нам.